Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей и мы продолжаем трудиться на Максимовке. В прошлой части мы с вами, воспользовавшись дельным советом нашего нового друга, менеджера по продажам сельхозтехники, засеяли, точнее засеял я уже за кадром, но сейчас у нас засеяны два поля, а именно наши поля номер 6 и номер 16. На шестом у нас сейчас растет пшенечка, а на шестнадцатом я посеял канолу. Вот, также был скошен лук, вот этим вот агрегатом все-таки поговорил я с работником, говорю, что ж ты на поле вылазишь, сделай, говорю, обкос вокруг луга три раза, да и не надо будет потом. Ну, в общем, он так и поступил и удалось ему таки скосить этот лук. Вот, ну и мы сейчас... Так, мы сейчас сюда потом вернемся. Будем волковать, будем волковать все то, что он накосил. Для этого попросим еще одного нашего работника, вот с этой волковой жаткой, потрудиться на этом лугу. Так, давайте состряпаем для него маршрут. Так, луг, коровник, маркеры. Так, теперь три метра, нормально. Стартовый угол северо-запад, двигаться будем на юг. Так, так, возврат на старт нет, обработка краев. Так, против часовой стрелки, пускай тоже три раза проедет, как и наш крамер с косилкой. А иначе опять будет залазить вон на то поле вспаханное, будет там застревать, материться, короче говоря. Пускай работает так. Так, запускаем. Смотрим. Все. Работа вроде бы пошла. Ну, не все он, конечно, захватит. Вот, но... Не суть. Захватит не все, но большинство, в большинстве своем, как говорится, он все это дело заволкует. Так, ну и давайте... Кстати, вот, видите, у нас теперь больше здесь нищебенка. Вот, разобрался я со скриптами. Каким-то образом левый скрипт сюда в папку mods попал, поэтому у нас щебенка прорисовывалась. Сейчас все как положено. Так, мне нужен, мне нужен... Так, что я парюсь? Я же загруппировал их. Вот, вот кто мне нужен. Так. Так, так, так. Сейчас мы будем травку свежезаволкованную водить на силосные ямы. В наш коровник для того, чтобы делать силос для наших коров, для наших будущих свиней и телят. Так, поехали. Опять загружаем маркеры. Так, выбираем разные полевые работы. Извините. Так. Три метра так же, как у того. Стартовый угол северо-запад. Движемся на юг. Все абсолютно точно так же. Так же, пускай он по часовой стрелке три раза за нашим трактором подберет. Так, и генерация. Все. Есть такое дело. Так, плюс ко всему, смещение нужно поставить влево, потому как волковая жадка у нас сбрасывает влево траву. Так. Теперь прибавляем к этому курсу лук, коровник, склад. Травы. Так, точку ожидания придется сделать. Тоже такой дополнительный точечный курс, потому как просто-напросто пролетает. Пролетает наш работник силосные ямы. Вот. И не хочет разгружаться. Так. Будем его там вылавливать. Будем разгружаться сами. Так. БГА-коровник. И склад травы, лук, коровник. Вот такой вот курс. Так. Со стартовой точки. Езжай. Все. Пошло дело. Едет вслед за нашим трактором, который у нас волкует. Уже он круг закончил. И подбирает. Подбирает. Все нормально. Все нормально. Пускай работает. Так. А мы тем временем переместимся вот сюда. Так. Дело в том, что видите, мы ушли в минус. Вот. Работникам нашим я платил. Ну и остался уже должен, как говорится. Так. Вот эту вот пшеничку я пока что продавать не буду. У нас на складах, на наших, давайте посмотрим, есть пшеница, ячмень, канола, кукуруза. Короче говоря, все есть. Вот по такому прицепчику я предлагаю сейчас свести на мельнице. Пока наши друзья там собирают травку. Вот. Курочек мы накормили, в принципе. У овечек там все есть. Опа. Извини, братан. Так. Видите, да? Появились у нас трафик. Трафик появился. Появились пешеходы. Вот. Люди вернулись в деревню. Потому как сбегали они отсюда. Переезжали. Рабинович им не платил нифига. А они, а что, говорит, мы здесь, работы нету. Поехали на заработки. Ну, а сейчас вернулись. Вот. Мэр сказал, говорит, Рабинович уехал. Вот. А они говорят, а кто там? Он говорит, да какой-то приехал там. С Самары. Вот. В общем, пока что с ними будем работать. Ну, и не без того, чтобы чуть-чуть залезть в долги. Вот. Но я поручился, что деньги обязательно будут выплачены. Так что... Так. 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 Давай-давай-давай-давай. Я знаю где-то здесь. Я знаю где-то здесь. Нужно... Точно вот оно. Точно по центру. Оп. Все. 350 килограмм. Сейчас отвезем. Так. Вот какая из мельниц производит пшеницу, а какая... А какая производит... Ну, сейчас разберемся. Там у нас... Опа-опа-опа. Там у нас три мельницы. Вот. Они разбросаны, конечно, по карте, но... Я так думаю, что... Мельница, которая производит пшеничку, у нас должна быть... По всей логике рядом с элеватором. Вот сейчас мы туда смотаемся и все это дело проверим. Так. Ну, а потом можно будет чуть-чуть продать остатков. Остатков. Вот. И... Также продать у нас, по-моему, там чуть-чуть молока имеется. Молоко также можно будет сбагрить. Дабы рассчитаться с нашими работягами. Так. Будем срезать полевыми дорогами. Чё ж мы... Не на спортивных же машинах, что боимся днищем зацепить. Мотоцикл он, в принципе, что ни на есть, скорее всего, самый полевой транспорт. Или Урал, или вот... Ижаки вот такие вот. Ну, даже не такие. Бывает, встречаются и старенькие совсем. Иж Планета Три там. Короче. Короче, вы в курсе. Так. Смотрим. Смотрим, смотрим. Ячменная мука. Да. Логика меня подвела. Ладно. Значит, по идее, пшеничная где-то вот... Что там написано? Гастроном? Ха-ха. Да, значит, где гастроном? Где-то там у нас пшеничная. Пшеница принимается на мельницу. Поехали туда. Так. Ага, вот он этот самый гастроном. Нормально. Так. Доска объявлений даже есть. Может, там что путевое написано? Давайте-ка почитаем, посмотрим. Да нет. Что-то тут. Циркус. Какие-то иностранные объявления. Видать, гастроли. Шапито приезжал какой-то. Так, так, так. Вот она, мельница. Так. А это еще и небось кукурузная. Ну, точно. Точно. Самый что ни на есть. Конец. Придется ехать. Но ничего. Так. А вот наше нормальное объявление, да? А то там какие-то... Какие-то странные были. Так. Здесь я проеду. Кушарами, огородами. Ну да, дорожка вроде ведет. Тут мимо грядок наших жителей, да? Вот, смотрите. Наконец-то. Наконец-то. Все. С одной стороны отруби, с другой стороны мука. И по центру мы с вами сгружаем пшеничку. Так. Все. Есть. Разгрузили. Теперь нам нужно все это дело включить. Я так понимаю. Да. Включить мельницу. Все. Пошла работа. Пошла работа. Отлично. Так, едем теперь за ячменем. Так. Как нам лучше проехать? Я первое время, конечно, буду обращаться к карте. Потому как... Ага. Потому как местность мне все-таки еще не совсем знакома. Так. Здесь можно уже проехать? Можно. Делали мотоцикл уже. Ну, ничего. Такой сельский вариант. Прямо дерево по курсу. Бабах, наверное, у него. Нет. Свернем. Так. Хорошо, что скоростной такой мотоцикл. Иначе тут на каком-нибудь тихоходе все это дело бы очень долго возить пришлось. Так, едем, загружаем. Следующий вид муки, говорю. Следующий вид зерна. Пока у нас наши культуры произрастают. Так. Бучер, выгруз, котюков. Ага. Все, доехал. Доехал. Прерываем. И высыпаем. Вот так вот. Все, езжай дальше. Так. Мы продолжаем. Продолжаем наше движение. Так, загружаем теперь кукурузную. Хотел опять сказать муку. Да нет, не муку. Что, промазал? Судя по всему, промазал. Надо точно по центру подъезжать. Прицеп узенький. Так, ну что такое? О, вот оно. Поймал. Так. Кукуруза. Пшик. Отвезем на кукурузную, на дальнюю мельницу. Так, а тем временем уже минус 1133. Нормально. Нормально. Так, кто там застрял? Где застрял? Ну, как так, а? Как так? Что ж ты не уступаешь-то дорогу? Все, продолжай. Продолжай. Ну, как чистенько все подбирается. Так, поехали. Иначе мы сегодня не успеем наши мельницы запустить. А я еще молоко хотел продавать. Есть, конечно, трактора свободные. Есть у нас даже прицеп, который можно гораздо больше забрать, повезти. Но, опять-таки, я говорю, время. Вот этим мотоциклом хоть и мало, но довольно-таки быстро он и по лугам, и по полям довольно-таки быстро едет. Она вот буквально, чтобы запустить, чтобы что-то хотя бы начало производиться. эти камикадзе. Да что ж вы, блин, там влюбились в друг друга, что ли? катастрофа прям какая-то. Ничего, сейчас он последний круг доедет. Эй-эй-эй, не туда. Последний круг доедет и начнет уже... Да ж куда ж ты все время ломишься-то? И начнет уже ездить змейкой, так же, как и этот. Вот, все. Сообразил. Даже трижды объяснять не пришлось. Так, вот, какое-то озерцо тут у нас. Вода чистая, смотрите, и ветра нету, штиль полнейший, да? Так, а нельзя ли ее напрямую заехать, чтобы не петлять вокруг да около по дорогам? Ну-ка, попробуем. Да, вполне. Так, кукурузка пошла. Пошла кукурузка и включаем мельницу. Да что ж он так бегает-то дико? Так, есть, есть, отлично. все, последний вид муки табиш пшеничная, пшеничная ячменная, конечно же, ячменная и молочко, молочко отвезем на продажу. В принципе, с работниками договорились, вот, они мне поверили, что я им вот эти долги выплачу. но надо тоже в грязь лицом не ударить. Конечно же, молоко продадим, вот, из минуса мы не уйдем, но у нас еще есть, по-моему, щепа на складе, у нас есть канола. Короче говоря, будем продавать и рассчитываться. Потому как репутацию Рабиновича я повторять не хочу. Рабиновича ну а к следующей части у нас уже, наверное, созреет силос, у нас, наверное, созреет урожай. Вот, и будем мы уже тогда на уборочной с вами трудиться. Так, бучер опять травы набрал, доехал, так что опять не попал. Да где же этот триггер-то тут находится? Ага, вот он где. Все. Так, теперь нам нужен ячмень. пшик. Пшик. Так, приехал. Хорошо. Такой курс у нас получился. Полуавтомат, но лучше так. лучше так, чем всю серию вот ездить на этом автомобиле. Так мы хоть немножечко род деятельности, скажем так, меняем. Так, поехали. Поехали на последнюю мельницу. Отвезем, запустим. и будем ждать муку. Будем ждать муку, чтобы запустить наш хлеб-заводик. Цветла у нас тоже, по-моему, немножко есть там, да? Такая вот у нас серия с вами по катушке сегодня. Сегодня по катушке с ветерком. Оп. Даже поворот включим, чтобы он не ругался. гаишник. Так, поехали. Тихо, 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 где-то тут мы с вами повернем. Так. туда я вообще еду, нет? Вроде туда. Вроде бы туда. и ячмень. Все. Включаем. Включаем и это хозяйство. Отлично. Все, мельницы заработали у нас. поехали за молоком. Так, как нам опять-таки лучше проехать? Ага. 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 Все. Все, понял. Поехали. Через березовку прокатимся сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Ах, улица родная, семь домов, три доски, да? Вон, место какое, смотрите, классное. Лодка, мостик, надо вот вечерком будет сюда, наверное, на рыбалочку прийти. Так, выжимаем из нашего, из нашего мотоцикла все, что можно. Так, и в коровник за молочком. Ну, какие просторы открываются, да? Так, что тут наши работники трудятся? Так, трактор, вижу, ездит, волкует. Так он уже и закончил, получается. А? Давайте мы его отпустим, чтобы он нас не загонял в еще больше минус. Да, смотрите. Закончил, все заволковал, отлично. все, спасибо. Ожидайте. В ближайший день-два получите зарплатку. Так, сейчас проверим заодно, как подбирает работник наш. Нормально, смотрите, справляется. Отлично. пока где-то где-то рядом с тем его поставим. Рядом с крамером. Так, а сами молочко поедем продавать. Ух ты! Налетел на булыжник, наверное. Так, туда я еду? Ну, почти, почти туда. Почти туда. Почти угадал. Проедем насквозь прям. И вот она. Так, наполняем молочком. 169 литров. Хорошо. Вот. Покормили коровок. Первое молочко уже. Так, надо, наверное, литров 5 было домой отвезти, да? Чтоб со свежим парным-то. Так, а нам нужно теперь... Ого! Вон куда нам теперь нужно. Ладно. Ладно, поехали. Так, 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 нет, не сюда. Нам теперь нужно на молочный заводик. На переработку молоко, наверное, пока отдавать не будем. Первое продадим все-таки, а потом уже будем на пастеризацию, на изготовление сыра уже возить, когда уже будут, как говорится, объемы. Ну, что, со старши 69 литров, сколько там этого сыра получится? Привезем потом сыр в магазин. Скажут, а что вы, собственно говоря, для двух покупателей работаете? Нет. Поэтому пока просто молочко продадим. На заводе, так сказать, объявим, что вот они мы. Мы теперь будем поставлять вам продукцию. Вот. Там уже, наверное, все гоногенизаторы пылью покрылись. Давно, наверное, завод молока не производил. Вот. Жители, у кого коровы есть, они, конечно, свое пьют, а я думаю, все равно не у всех. Навряд ли у каждого есть корова. С другой стороны, без коровы в совхозе эта труба. Ну, не суть. Смотрите, сколько прохожих ходит, сколько машин ездит, кто-нибудь все равно остановится да и купит свежего деревенского молочка, потому как здесь я не видел, чтобы там бабушки какие-то вдоль дороги стояли, продавали. Хотя, может, и продают. Уже не помню. Честно, врать не буду. Так, молочный заводик наш. 1620 кошмар. Ну, это, конечно, мы не окупим сейчас, но часть отдадим все равно долгов. Там и за семена мы задолжали продавщицы. Так, разгружаем. Так, все. Ну, так. В общем, друзья, буду я на сегодня, наверное, заканчивать. Такая вот, говорю, серия покатушка. Но не без этого, пока зреет урожай. В общем, увидимся мы с вами уже в следующей части. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем всего.